Когда папа с Юлей Орешкой играли, он ко мне попал в рот. Вот так вот. Это сегодня пятилетняя Ева с улыбкой рассказывает о том, как во время игры случайно проглотила монету. Причем какую. Новая двухрублевка находилась в организме девочки практически двое суток. Сначала взрослые не поверили. Монета крупная и проглотить ее довольно сложно. Однако, как только девочка начала жаловаться на плохое самочувствие, бабушка привезла Еву в детскую областную больницу. Она пришла спать и говорит, бабушка, я проглотила монетку. Я говорю, да не может быть. Она же большая, как ты ее проглотила? Проглотила и все. Ничего, так вот легли спала она. Поспала еще и кушала. Ничего первый день, а уже на второй сказала, что горлышко болит. И я привела сюда. Конечно, сейчас это просто какие-то уникальные случаи. Пошли, когда ребенок пяти лет глотает двухрублевую монету. Это, конечно, сложно представить, что ребенок может ее проглотить. И вы должны понимать, насколько сложно ее извлечь, не повредив пищевод, не нося ему ранений. К сожалению, такие случаи не единичны. Виной всему, по мнению заведующего хирургическим отделением Сергея Голубицкого, родительская невнимательность, а иногда и беспечность. Цифры статистики заставляют задуматься. Только за два месяца через руки опытных медицинских специалистов прошло порядка 50 детей, пробовавших монеты. Все мы понимаем, что ребенок изучает мир. И это изучение мира в первую очередь должны корректировать взрослые. То есть все, что имеется в доступе у ребенка, должно быть предварительно изучено взрослым человеком на предмет возможности разобрать, проглотить, засунуть в нос, засунуть в ухо. То есть только с этих позиций человек взрослый должен оценивать игрушку. Насколько легко она разбирается, насколько легко она может навредить его ребенку. Коллекция предметов, которые в разное время были опробованы на вкус юными берестейцами и успешно извлечены из их организмов, на самом деле велика. Порой здесь находятся по-настоящему уникальные экземпляры. Иголки, гвозди и даже батарейки – одно из наиболее опасных инородных тел. Очень опасными считаются инородные тела. Это батарейки. Они выжигают слизистые, особенно вот эти крупные батарейки от пультов и так далее. У нас было несколько случаев, когда они застревали в пищеводе и выжигали полностью пищевод, дети становились инвалидами. Сегодня о многих таких неприятных ситуациях напоминают лишь снимки. Однако это лишь в том случае, когда родители сразу заприметили неладное и обратились за помощью специалистов. Другое дело, когда инородное тело располагается в организме несколько дней. Тогда лечение может быть долгим и трудным. Поэтому медики в очередной раз призывают родителей быть бдительными и внимательными в отношении здоровья своих детей.